35 735 иностранных граждан и лиц без гражданства было поставлено на миграционный учет в Анапе в 2017 году. По большей части это трудовые мигранты, выходцы из Узбекистана и Таджикистана, а также граждане Украины и Армении. С 15 ноября прошлого года на курорте действует межведомственная группа по противодействию незаконной миграции. Реальный результат дает взаимодействие всех заинтересованных служб и привлечение к профилактической работе активистов. В 2017 году на территории Анапы было выявлено 910 нарушений миграционного законодательства. Анапским городским судом были приняты решения о выдворении 278 иностранных граждан. По фиктивной постановке иностранцев на учет выявлено 14 преступлений, 12 граждан Российской Федерации были осуждены. 278 иностранных граждан конкретно улетели к себе домой. Это было подконтрольно, это точно. Вы видите Анапу с той стороны, исходя из традиций в Анапе, которые были, и сегодня к этим традициям возвращаетесь. Анапа это курортный город, город свободный, понятно, для бизнеса, но только для того бизнеса, который соблюдает и действующее законодательство, ну и, конечно, миграционное, которое сегодня у нас уделяется для обсуждения. Ответ на все, там, где есть хозяин, там есть порядок. Спасибо, Юрий Федорович, вы так же держите, так же постепенно, поэтапно. Вам там нелегко, это понятно, что как-то сегодня вернуться нужно к тому, к той Анапе, которой вы привыкли, без ларьковой где-то, красивой, с проспектной, без бульварами, которые там остались. Там, чтобы было комфортно отдыхать, на самом деле, всем, кто приезжает, не только из нашего края, Львива, но и со всей страны. По завершению краевого совещания Юрий Поляков обратился к Анапской студии. Работу продолжать в том же ключе, о ее результатах докладывать главе еженедельно.